Глава пятая. Что мы знаем о Создателе? Автор. Повторю, что о Создателе мы знаем только то, что Он умеет создавать. Создавать все то, что мы видим во Вселенной. Создавать из ничего. Такого глагола, означающего «создавать из ничего», нет в русском языке. Хотя в иврите он есть. С позиции возможностей человека нельзя указать границы возможностей Создателя. Практически эти возможности бесконечны. Но являются ли эти возможности бесконечно большими в том смысле, как понимается бесконечность в математике? Где найти ответ на этот вопрос? В Торе, где сказано примерно следующее «Все в руках неба, кроме страха человека перед небом». Это «все» можно считать эквивалентом математической бесконечности. Но этому мешает слово «кроме». Следовательно, не абсолютно «все», а «все кроме». И совершенно уже несущественно «кроме чего именно». Важно, принципиально важно, что согласно Торе это «кроме» имеет место. И оно-то и придает смысл окружающему миру и человеческой истории. Друг. Дело принимает совсем уж интересный оборот. Бог и вдруг что-то не в его власти. И как это кроме придает смысл окружающему миру? Автор. Еще раз подчеркну, что мы рассуждаем о предмете, выходящем далеко за рамки повседневного человеческого опыта. И не только повседневного. Мы оперируем понятиями или касаемся их, не имеющими адекватных слов в человеческом языке. Вдобавок, делаем это не на том из человеческих языков, на котором кое-что для этого есть, а на ином языке, сформировавшемся за тысячелетнюю историю христианства на Руси, то есть под влиянием взглядов, довольно далеко отошедших от своих первооснов, от иудаизма. Поэтому надо примириться со всей условностью терминологии и понятий, которыми мы с тобою пользуемся. Не только примириться, но и ни на минуту не забывать этого. Иначе термины своим неизбежным антропоморфизмом заведут нас в тупик. Кстати, идею о небесконечном могуществе Создателя я впервые прочитал в маленькой работе отца кибернетики Норберта Виннера «Человек и робот». Там он пишет, что если Бог всемогущ, здесь точнее сказать, всеведущ относительно будущего, и наперед знает точно и однозначно, да сколь угодно мелких подробностей, все-все, что когда-либо произойдет во Вселенной, то наблюдение или участие в этом процессе не может представлять для него какой-либо интерес. Но это опять-таки только с человеческой точки зрения. Иной у нас нет и быть не может. По Виннеру это занятие бесцельно. Впрочем, и это утверждение даже с человеческой точки зрения не бесспорно. Мы достаточно часто создаем процесс, длящийся некоторое время. Но для нас интересен не сам этот процесс и даже не наблюдение за ним, а его результат, хотя и сам процесс и результат однозначно нам ясны заранее. Простейший из примеров – варка яйца вкрутую. Мы знаем, каким оно станет из сырого яйца. Процесс варки нам не интересен, но нам для каких-то целей нужно именно крутое яйцо. Не сырое и не всмятку, а только крутое. И Норберту Виннеру можно возразить, что если важен результат процесса, а не участие в процессе или его ход, то только невозможность мгновенного получения результата заставляет терпеть в кавычках сам процесс. Поэтому нам остается предположить, что если Создателю однозначно известен весь ход исторического процесса, но по каким-то лишь ему одному ведомым причинам он не создал его результат изначально, то для него был предпочтительным именно такой ход событий. Мне представляется более вероятной неоднозначность хода промежуточных событий человеческой истории при строго определенных начальном и конечном ее состояниях. Этому я вижу косвенные подтверждения, хотя полной уверенности в своей правоте не испытываю. Да и может ли кто-либо из смертных иметь такую уверенность? Тора учит, что Создатель наделил людей свободой воли, свободой выбора. Она заключается в том, что люди, основываясь на собственном разумении, вольны поступать так или иначе, поступать хорошо или плохо. Понятия «хорошо» и «плохо», понятия «добра» и «зла» даны Создателем в Торе путем сформулированных в ней заповедей, то есть «митсвод». Я долго искал, но не получил пока исчерпывающий ответ на вопрос, если все без исключения поступки людей однозначно и заранее предопределены, то понятия «добра» и «зла» то есть поступков угодных или неугодных Создателю не имеют смысла, ибо все они, как хорошие, так и плохие, совершены по его же предопределению. Наличие понятий «добра» и «зла» и стопроцентная предопределенность поступков логически несовместимы, как я это пока воспринимаю. Это «пока» говорит о готовности получить опровержение приведенных рассуждений. Друг. Да, это соответствует нашей логике. Если я поступаю так, по воле свыше, и поступить иначе не в состоянии, то какие претензии могут быть ко мне? Но у тебя это было «во-первых». А что за «во-вторых»? Разве недостаточно «во-первых»? Автор. И мне кажется, что «во-первых» достаточно. Но есть еще одно подтверждение соображений о неабсолютной предопределенности человеческих поступков. Тора говорит о пророках, предсказывавших грядущие события. Казалось бы, сам факт существования пророков и то, что их пророчества сбываются, подтверждает предопределенность всех событий. Но это только на первый взгляд. Все пророчества строятся по вариантному принципу. «Если поступите таким-то образом, то последствия будут таковы, а если иным образом, то они будут такими-то». Обрати внимание, как правило, нет в пророчествах однозначного указания на события с их деталями и чаще всего нет указания и на однозначно понимаемую датировку грядущих событий. Это говорит о том, что свобода выбора, понятия добра и зла, которые даны свыше, а не выработаны людьми по взаимному соглашению, это не выдумка реакционных и своекорыстных религиозников, а вполне объективная реальность и вдобавок данная нам создателем в ощущения, причем в ощущения иногда весьма болезненные. Друг, да ты прямо-таки выложил ленинскую формулу материи применительно к сотворенности мира. Автор, я это сделал умышленно. Давно уже я пришел к выводу, что спор между идеалистами и материалистами, профессионалами, зарабатывающими этими учениями на хлеб, это в основном игра в терминологию и спор за личные интересы разного плана. Ведь если создатель объективно существует, а иначе и не предполагают религиозные люди, то с их точки зрения создатель материален, то есть он объективная реальность. Но объективная реальность не в смысле вульгарного материализма, то есть на, пощупай, а в чисто философском смысле этого термина. Разделение на материальное, осязаемое руками и ограниченными органами чувств человека и духовное, неосязаемое, но объективно существующее, это чисто терминологическая условность. Поэтому, приходя к выводу о Творце, Создателе, я не перестаю быть материалистом в фундаментальном понимании этого философского термина. То есть, я не перестаю быть человеком, полагающимся на наиболее достоверные объяснения имеющие наибольшую вероятность соответствовать объективной, не зависящей от меня или любого иного наблюдателя реальности, верящей в реализуемость процесса, имеющего вероятность произойти, не превышающую 10 в минус 21 степени, это идеалист, и это слишком мягко сказано. Верящий же в реализуемость процесса, имеющего вероятность состояться не меньшую, чем 0 целых и 21 девятка после запятой, то есть практически единицу, это твердый и последовательный материалист, какую бы научную ругань в кавычках не отвешивал первый в адрес второго, тлеймя его идеалистам в кавычках за веру в наиболее достоверное. Друг, вообще-то твоя постановка вопроса не на голом месте, ведь понятия материи, материального, по мере накопления знаний и опыта расширяются теми же материалистами в кавычках и нередко в безвыходной для них ситуации. Когда-то рассматривали массу как универсальную меру количества материи. Потом, когда Эйнштейн теоретически показал взаимную эквивалентность массы и энергии, в закон сохранения включили уже сумму массы и энергии еще до взрыва атомной бомбы. открыты и используются многочисленные излучения, невоспринимаемые непосредственно органами чувств человека. Впрямое ощущение они нам не даны, но от этого они не менее материальны, чем булыжник у нас под ногами. Кстати, радиоактивным излучением можно убить человека вернее, чем булыжником. Автор «И моральные и духовные категории, воздействуя на поведение людей, влияют и на вполне ощутимый материальный мир. Не берусь быть пророком, но отнюдь не исключено, что наступит время, когда к лику материальных понятий непотопляемые материалисты причислят также и моральные и духовные категории, создающие материальные объекты. Впрочем, и это будет не ново, если вспомнить высказывание Карла Маркса, что идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Заметь, что идея у Маркса здесь первична, а материальная сила вторична. Но вернемся к предмету нашего обсуждения, хотя и все то, о чем мы говорим, им охватывается. Друг Эрго Автор Следовательно, Создатель представляется грандиозной, во вселенских масштабах необозримой силой, возможности которой, однако, ограничиваются какими-то кроме нефизического плана. Впрочем, вполне можно представить, что это кроме определяется неограниченными возможностями Создателя, а именно его же самоограничением, определяемым желанием оставить человеку свободу выбора. Ведь об этом ограничении Создатель сам указал в Торе, кроме страха перед небом. Но мы не знаем, единственное ли оно, возможно, и не единственное. Друг, из чего следует такое предположение? Автор из факта сотворения Создателем Человека и его среды обитания, то есть окружающей нас Вселенной, из ответа на вопрос, зачем Создатель создал Вселенную и человека в ней. Создатель 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 Создатель